Тысячи девушек стремились попасть в Виагру, а попали всего три. Закончилось нашумевшее шоу «Хочу Виагру» и у трёх красоток началась другая жизнь. Как поживают сочные тёлочки после проекта? Всё о новых золушках шоу-виза разузнал Стас Нолос. Не так давно закончился нашумевший проект «Хочу Виагру», где народ сам выбирал новую версию знаменитой группы. Победительницами стали украинские красавицы – Эрика Герцог, Миша Романова и Настя Кожевникова. После победы девушки сразу же отправились на съёмки своего дебютного клипа. А ведь эти сексуальные красотки совсем недавно жили обычной жизнью. Миша была закомплексованной девушкой, которая стеснялась своего заикания. Но всё это в прошлом. Теперь они – новые секс-символы. Правда, сами артистки до конца ещё в это не верят. Новые подопечные Константина Меладзе уже успели на себе почувствовать первые тяготы звёздной жизни. Много узнают людей на улицах. Это очень приятно, конечно. Но иногда, допустим, когда едешь в метро, то есть уже в метро не поездишь. Потому что все начинают фотографировать прямо в лицо. Больше мне нравятся все те знакомые наши люди, которые, если раз не ответишь в социальной сети, всё, они уже, ты зазвездилась, да, всё, ты изменилась, да, как ты могла, вот, корона, сидишь, думаешь. Съёмки в клипах, фотосессиях, гастроли – всё это только начинается у новой Виагры. Посмотрим, удастся ли им превзойти или хотя бы повторить успех предыдущих виагринок. С вами была группа Виагра специально для Муз-ТВ.